И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, серия про шилочку уже готова и ждет вашего одобрения и просмотра сразу. И хотел еще отступить немножко и извиниться за то, что в последнее время не было роликов. Я был полностью погружен и занят турниром, а он высасывает очень много времени и сил, поэтому сразу после того, как я его откомментировал, я обычно шел отдыхать и просто не находилось времени и сил для того, чтобы делать ролики. Но теперь вроде вот к выходным ситуация изменилась, я попробую весь контент раскидать и буду его выкладывать по мере поступления. Ну и хотя бы сделаю некоторые заделки на будущее, чтобы вот таких вот огромных, ну как вот, как получилось, да, огромных периодов без роликов не получалось. Надеюсь, вы на меня не сильно сердитесь и злитесь. Перед просмотром не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, также вступайте в телеграм-канал, там дополнительно проходят розыгрыши на монеты. Ну и не забывайте про реферальную ссылку с бонусами, если вдруг захотите поиграть на официальных серверах, она вам поможет на старте с прокачкой и выдаст необходимые предметы. Погнали смотреть, что же у нас тут произошло. А я все-таки решился еще немножко поокунаться, так скажем, да, назовем это так, в лутбоксики, да, как вы видите, у меня оденки чуть стало меньше, я купил три коробочки. Да, я все-таки так подумал, что, ну, либо сейчас, либо никогда, потому что все равно придется с этим столкнуться, все равно придется столкнуться с подвеской, это будет либо сейчас, либо потом, ну, все равно, короче, мы к этому с вами придем. Ну, я купил не просто коробки, ну, как просто коробки, пошел купил за оденку их и пошел продал на межсервере. Но так как мне не нужны цельные коробки, мне нужны именно монетки, поэтому они ушли за 9100 каждая, да, спасибо Гандику за подсказочку, то есть, ну, чуть-чуть подороже можно их продавать. Поэтому вот с одной коробки я получаю на 645 монет больше, да, так что вот как-то так. Я, Мире, спасибо огромное, естественно, за это, до сих пор все с тех самых мактабличек тянется, и вот сейчас мы будем с вами ставить, ну, можно сказать, жирненькую точку на всем этом процессе. Ну, давайте купим, так скажем, гулять на все 267 лутбоксиков. Купим, 8 монеток останется, не помню, когда было такое маленькое количество. Закидываем их и надеемся на большое количество печатей. Сразу купончик нам тут вылетает, прям вот сразу, как будто вот он, знаете, нас ждал, за поворотом на нас посматривал. Ну, давай, главное, чтобы вот печати сыпались, это было бы прям здорово, потому что, ну, вы видели предыдущее, да, как, что вообще получалось с подвесками, поэтому я не знаю, сколько надо печати, но чем их будет больше, тем их будет лучше. Вот, пока мы открыли, ну, практически половину, у нас есть уже на 10 целых подвесок, да, аж голос что-то у меня начинает хрипеть, не знаю, либо от волнения, либо еще от чего-то. Четыре купона на доспехе ранга, ну, кстати, не знаю, надеюсь, в будущем, если даже подобные купоны будут падать, их, ну, уберут из полученных трофеев, ну, я не вижу в этом смысла, да, чтобы их вот здесь писать, потому что вот человек какой-нибудь может поставить, открывать лутбокс и пойти своими делами заниматься, вернуться и издалека увидеть, вот, понимаете, увидеть что-то синенькое и понять, что оп, значит, ему в чем-то повезло, а потом вот окажется, что это купоны. Вот кто-то хоть кожаные брюки молнии достал. Везет кому-то, что я могу сказать, везет. Остается у нас буквально 10 коробочек. Есть, все, открыли, и давайте подойте итоги. Три свитка модифицировать оружие, 397 печати, 16 уникса, 105 цайхи, 10 арморок ашных, 750 мелисы, 46 штормов, 2 окращих порошка, 25 шпинельки, 23 циркона и 4 берильчика. В общем, как-то так у нас получилось, кстати, берила у меня до сих пор нет, давайте, может быть, попробуем сделать второй. Ну, я не вижу смысла уже пытаться делать третий, да, может быть, повезет сделать сразу второй. Вот второй сделали, и мне хватит. Ну, просто слот свободный, упарываться не хочу, как бы, дефа немножко получили, физмаг атаки получили, и здорово. Ну что ж, а теперь переходим как раз-таки, давайте рандом крафт крутанем, чтобы он нас не отвлекал. Вот тут вот еще что-то есть, можно вот штанишки какие-то попробовать достать, достаем не то, что надо. Еще вот что-то светится, тоже попробуем достать. Ну, короче, попробовали вот все, что можно в рандоме. А теперь идем, собственно говоря, за тем, за чем мы с вами здесь и собрались. Так, берем на все, опять же, 26 штук, 26 штук. Ну, вот сейчас и посмотрим. Еще у меня есть одна, то есть, да, одна готовая. Что мы можем сейчас получить с этих 26 штук? Открываем все. Ну, и одна, естественно, плюс вторая на мне. Все, суммарно 27 подвесок. Можете пока сделать ставочки, как вы думаете, сколько у нас вообще с 27? Получится сделать вторых. Поехали. Первый трай. Ну, да, это классика. Второй трай. 20% это очень маленький шанс. Жалко, нет обмена прямого на вторые. Я бы так и сделал. Был когда-то в свое время, прям обмен уже на готовую вторую, но вот пока как-то почему-то корейцы не заводят. Ну, что-то 20% какой-то совсем плохой шанс. Ну, я не так давно брошки синтезировал с шансом 25%, там был лучший результат. Ну, что это? Ну, мы уже половину, по-моему, скрутили. Ну, да, как так-то вообще? Может быть, ну, надо уже немножко подкрутить стримеру, а? Пожалуйста. Ну, так вообще не серьезно. Знаете, я говорил когда-то, что на сельфе боль эта подвеска. А нет, нет. Это, это, ну, это же, это, я не знаю, я сейчас буду переходить уже не на мотивную лексику. Ну, я думал, ну, хотя бы, ну, 2-3 трая должно было получиться. Ну, как это вообще? Что, серьезно, мы даже второй не получим? Ура, одна вторая. Спасибо тебе большое, уважаемый рандом. Еще одна вторая. Спасибо. Это жесть какая-то. И еще одна вторая сразу же дальше. Ну, пробуем синтезировать. У нас есть три попытки. Поехали. Первая попытка. Фейл. Вторая попытка. Давай. Не хочет. И последняя попытка со своей же. На выдохе. Нет. К сожалению, это работает, наверное, нормально, не в этой ситуации. Ну, короче, если честно, я очень расстроен. Знаете, даже не конечным результатом. Я расстроен тем результатом, что, ну, блин, ну, не может так быть. Понимаете? Ну, что вот такое огромное количество подвесок, ну, не знаю, короче. Я не могу с этим смириться, понимаете? Ну, не могу. Вот как хотите это называйте, но так быть не должно. Ну, что ж, я решил дать еще одну попыточку. Попыточку подвескам. Попыточку рандому. Ну, многие помнят это место, где произошло легендарное событие, которое я ждал полтора года. Это была здесь засинтезирована четвертая подвеска. Давайте посмотрим, может быть, сейчас здесь получится засинтезировать третью на другом чаре, но все же. Коробочки также я продал. Ценник на них чуть-чуть повыше был. Вот, как вы видите, получаем 8800, 8900 и еще 8900. Ну, в принципе, ничего. 31700 монет. Это значит, что мы с вами покрутим 317 сундуков. Это, ну, это более-менее уже, я понимаю. Но это последний шанс для нее. Вот, последний шанс, если нет, тогда и не надо, и спасибо. На этом, как бы, и хватит. Потому что что-то как-то я не готов больше в эту подвеску вкладывать чего-либо. Поэтому остановимся на этом. Сундуки пошли крутиться, печати пошли мутиться. Эх, не знаю, когда-нибудь, возможно, сделают ускоренное открытие. Но да ладно. Это уже, наверное, чересчур. Крутим сундуки. Вот, купон на оружие ранга получаем. Можно будет вон потом собрать все эти купоны, если их будет большое количество. Взять себе темис запечатанный. Как вжарить его на 7? О, шлем маны. Здравствуйте. Вот, вот это я уже понимаю. А это мне нравится больше. Шлем маны, и это хорошо. Конечно, он сейчас толком ничего не стоит. Ну, сами понимаете, ну, приятно, что его видеть в дропе. Ну, приятно, согласитесь. Поэтому, ну, хоть что-то мы уже получили. Надо будет потом посмотреть. Ну, вроде как, мне недавно говорили, что там плюс 5, что ли, две коробки стоят, значит. Ой, хорошо! Вот это хорошо! Хоть ничего стоящего. Самое, наверное, дешевое, что могло упасть. Но оно же пупало, ребят. Я только вот на предыдущем открытии сидел и ныл тут о том, как все плохо, о том, что ничего не падает, ничего нет. Ну, вот шлем маны, штанишки есть, как бы все это можно продать. Так вот, я не закончил свою мысль по поводу шлема маны, что, ну, я думаю, что порядка коробки сейчас стоит. Штаны-то вообще, наверное, ничего не стоит. Это, наверное, одна треть коробки, потому что самый такой дешевый сейчас на данный момент буст. А у нас остается 35 сундучков и у нас 440 печати. На самом деле, ну, на самом деле я говорил и в прошлый раз. Вроде более-менее что-то это и значит. Самое смешное, что ни одного купона на доспехе. Заметили, да? Я вот заметил. Три на оружие, ни одно на доспехе. Итак, шлем маны, кожаные брюки-молнии, три купона на оружие ранга, 23 оникса, 482 печати, 840 мелисы, 25 ларца со шпинелью, 215 благословения сайхи, 3 кращевого порошка, 26 цирконов, 45 штормов, 5 арморок ашных, 5 випок ашных и 5 берила. Ну, такого прям ничего интересного, как вы видите, нет, но вот что есть. Так, у нас работает аукцион. 2100 стоят штанишки. Ну и почти коробку. Ну, вот, грубо говоря, 10 тысяч монеток мы отбили. Это вот, считайте, одну треть. Одну треть мы, можно сказать, отбили на этом. Ну, это если не считать продажу порошка, камней, да, и так далее. В принципе, я думаю, мы отбили половинку где-то. Так. Не туда зашло немножко. Ну, а теперь перейдем к тому, что... Ну, ради чего мы здесь вообще сегодня с вами, так сказать, собрались. Заходим. 32. Ну, что-то как-то мало. В прошлый раз 26, да, было? Вроде 26 было. Если я, опять же, не ошибаюсь. Ладно, открываем их все. Открываем их все. И будем сейчас смотреть за каким-то результатом. Каким, не знаю. Вы, наверное, сейчас можете просто промотать и узнать. А я, к сожалению, пока промотать не могу. Ладно, понеслась. Нам нужна третья подвеска. Уж очень хочется. Есть первый трай. Есть еще один трай. Хорошо. Ну, да, тут уже, понимаете, а губа-то уже... Ой, как хорошо. Губа-то уже у меня где-то на столе лежит. По поводу вот этих вот трайов. Короче, ну... Во всяком случае, мы сейчас увидели нормальное количество вторых подвесок. Ну, единственное у нас еще... Извиняюсь. Обновление Windows. Решило обновиться под подвесочки-то. Вот, хорошо. Может быть, это и не зря было. В любом случае, у нас начало здесь получше. Намного получше, чем оно было в предыдущем синтезе. Но вы помните, что не важно, какое у вас будет начало. Важно, какой у вас будет конец. Да? Так, ну что. Потихоньку подвесочки первого левла заканчиваются. Вторых не так много, но все же они имеются. Они есть, и это хорошо. Так, давайте сейчас попробуем через вот эти вот махинации. Сейчас по тренировочному манекену. Как лупанем, лупанули и поехали. Вот, вот так и надо было. Давай по следующему. Случа, на тебе. И давай. Нет, к сожалению, тактика так больше не работает. Но на всякий случай будем лупить. По одной соске тратить. Точнее, у нас же билет по две. И будем пытаться синтезировать. Эх, сейчас не ударил манекен, поэтому фейл. На тебе еще раз по манекену. И последний трай у нас сейчас выходит. И давай, последний манекен. Давай прям вот. Оп. Эх, жалко. Ну что, у нас с вами есть два, четыре, шесть. Ну, семь троев, можно сказать. Это, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Но... Но и... И нехорошо. Ладно. Давайте не будем прочитать. Соберемся. Лупанем по этому, лупанем по этому, лупанем по этому. Теперь вот так. Вот так. И вот так. Есть третья. Есть. Вот это я нормально только что придумал. Увидели? Фух. Ну, я доволен. Честно, я прям очень доволен, что этот слот... Ну, можно сказать, закрыли, потому что на сильфе она ничего не давала. Здесь, вы видите, уже дополнительный минус пять процентов урон. Еще и силы крит-атаки маку менее шесть процентов. Короче, это здорово. Это здорово. Ну что, давайте еще разок попробуем. Хоп. Хоп. И еще разок. Хоп. Поехали начать. Опять вот это дело отменяем. Ну, я не знаю, насколько это рабочий шанс, конечно, но попробовать стоит. Так, ладно, потанцевали с бубнами, потанцевали и хватит. Просто попробуем досинтезировать, доломать, так скажем, то, что есть уже и будем радоваться. Да. Если, конечно, еще одна третья получилась, я бы был, ну, сильно удивлен. В любом случае, план выполнен. План выполнен и, как вы видите, это открытие было намного лучше, чем было предыдущее. Здесь мы посмотрели много чего такого прям хорошенького. И, на самом деле, это здорово. Потому что еще и часть своих вложений я отбил. Штанишки, естественно, шлем пойдут сейчас на рынок, а камни, скорее всего, пойдут на сильфа. Ну, ему просто нужнее они. Я думаю, вы помните. В общем, я доволен. И вот такой вот получился ролик. Да, все-таки добил я эту подвеску. Не так она легко далась, как она в свое время далась на овере. Не так она, ну, именно на основном овере, который сейчас сильф. Не так она легко далась, как до этого на гноме. Но, с другой стороны, еще немножко, видите, дропа насыпала, который я сейчас активно пытаюсь продать. Активно пытаюсь кому-нибудь втюхать. В любом случае, это все дело продастся, уйдет. А вот подвеска уже приносит свои плоды. Потому что криты, скорость атаки, это всегда полезно и здорово. В общем, я доволен, что этот слот, ну, во всяком случае, на прям самое ближайшее время я для себя закрыл. Надеюсь, вы поставили уже свой пальчик вверх. Подписались на канал, вступили в телеграм. Ну, и про реферальную ссылочку также в описании не забыли. С вами был Душа Молодой. Всем хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.